У вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким рост не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Это самая большая стройка в мире. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. Погодите, скажете вы. Мы слышали про этот дворец. Знаем, что когда-то его строили для Путина, но потом, когда вся история вскрылась, стройку заморозили, а дворец купил какой-то бизнесмен. Представляете себе княжество Монако. Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал, ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки. Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Не получилось. Попробовали еще. Сделали 4 попытки, но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам. 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше. Это новый Версаль или новый зимний дворец. По-настоящему царское место. Любуемся на него снаружи. Пока только снаружи. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент. Окна законопачены. Бассейн закрыт. Стройматериалы лежат на земле. Снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. Что же происходит? Почему здесь стройка? Ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно, что дворец полностью готов. Нам объяснили строители. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей плесень. И разгильдяйство. Дворец был спроектирован с ошибками. Не работала вентиляция. Тек потолок. И высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены. Ободрали мрамор. Вынесли все ценное. Буквально выкинули на помойку миллиарды. И начали делать заново. Но что для Путина траты и головная боль, для нас шанс узнать больше про его дворец. Ведь в реконструкции вовлечена куча народу, и они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта. Вот, например, Дендрарий. Там собраны редкие и уникальные деревья. А для тех растений, которым некомфортно в таком климате, на открытом воздухе построена оранжерея площадью 2500 квадратных метров. За этими деревьями и вообще растениями на территории постоянно следят в общей сложности около 40 садовников. Летим дальше. Видим стену и зелени. И внутри нее скульптуры. Жаль, нельзя разглядеть, кто там. Может быть памятник покровителю Ельцину. Может быть Леши Миллеру с конвертом. Может быть бюст богини воровства. Или скульптурная композиция «Эти женщины». Дальше очень важный объект. Церковь. Не храм Минобороны, конечно, но и вообще не очень православно выглядит. Куча каких-то строительных вагончиков. Там, очевидно, живут рабочие. Видим гигантский 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием. А здесь он просто нужен для прохода к чайному домику. Справа видим две вертолетные площадки. Странно. Раньше-то их было три. Одну убрали и насыпали вместо нее гору. Только вот какую-то очень странную гору с въездами внутрь. Мы долго пытались понять, что там внутри. И в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренности этой горы. Прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров. Да это же хоккейная коробка. Действительно. Ну зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей? Интересно. Подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Наверное, воображает себя гномом, охраняющим золото из фильма «Властелин колец». Подрядчики подтвердили нам, что да, под землю зарыли ледовый дворец, который вообще-то высотой с пятиэтажный дом. Немного шокированный. Летим дальше, к той части дворца, которая отвечает за его жизнедеятельность. Видим 200-метровое здание с вышкой и кондиционерами. Оно не подписано в документах, но к нему подведен нефтепродуктопровод, а от него идут сети теплоснабжения. Значит, это такая котельная. Огромная мачта дальше отвечает за связь. Там находятся как базовые станции сотовых операторов, так и антенны правительственной связи. Вдалеке собственная автозаправочная станция. Видим несколько бытовых зданий и гаражный комплекс. Справа общежитие для персонала. И там живет персонал не самых высших категорий охранники и строители-выхтовики. А рядом с ним мозг всего комплекса, здание штаба. Основные управляющие работают именно в этом здании. Давайте немного развернемся и просто полюбуемся на вид, который отсюда открывается. Очень красиво. Раньше это видел только Путин с вертолета, а теперь можете и вы. Отлетим в дальнюю часть дворца, чтобы посмотреть еще на пару объектов. Вот грандиозный забор. Через такой ни один вор снаружи не пролезет. Справа то самое здание, ради которого построили 80-метровый мост. Это гостевой дом, он же чайный домик, площадью 2500 квадратных метров. А вот многострадальный амфитеатр. Этот простой объект строится и перестраивается просто непрерывно, годами. Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается. Может быть, место должно больше подходить для гладиаторских боев между Сечиным и Чемизовым. Может быть, виолончелист Ралдугин критикует акустику. Нам остается только гадать. Но рабочие копошатся там постоянно. Отлетаем еще. Так, а как на пляж-то сходить? Плавки надел, ласты взял, а спуститься как гаража. А вот тут есть специальный вход в тоннель, который строили те же люди, что строят метро. Это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Геленджика. И у этого тоннеля есть небольшой секретик, который раскрыл нам один из строителей дворца. Вот тут, видите, какая-то дверца, что ли? Посмотрите на эту фотографию. Тут видно чуть лучше. А вот это место на схеме тоннеля. Это, друзья мои, дегустационная комната. Специально замаскированная под гору. На самом деле, это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море. Здесь можно наслаждаться бокалом вина. И что самое главное для нашего национального лидера, это не какой-то балкон, где ты постоянно в опасности, а очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает. А теперь то, что с помощью дрона показать невозможно. Масштаб. Мы с вами летали вот тут. Это тот самый огромный дворцовый комплекс. Участок под ним 68 гектаров. Но на самом деле территории дворца примерно в 100 раз больше. Вот этот участок, леса и горы, площадью 7000 гектаров, 70 миллионов квадратных метров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020 года он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Знаете зачем? Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. На самом деле, конечно, единственная цель аренды этого реально гигантского участка земли, который в три раза больше соседнего Геленджика, это создание чего-то типа буферной зоны вокруг дворца Путина, чтобы никто не мог случайно, гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. В интернете вы можете найти несколько фотографий изнутри самого дворца, впечатляющих, конечно, и снимающих вопросы по поводу того, кто тут хозяин. Кстати, вот деталь, которая лично меня поразила до глубины души. Посмотрите на эту фотографию ворот резиденции, сделанную одним из рабочих. Что-то кажется вам смутно знакомым. Где-то вы это уже видели. Вот где. Классическая, знакомая всем сцена штурма Зимнего дворца из фильма Сергея Эйзенштейна. Собственно говоря, этого орла вы и сейчас можете увидеть, приехав в Санкт-Петербург и подойдя к Эрмитажу. И то, что Путин на личной даче поставил себе на ворота точную копию царского орла с короной из Зимнего дворца, нам много говорит о том, кем себя возомнил этот человек. Я обещал вам, что мы попадем в гости к Владимиру Путину. И мы попадем, несмотря на то, что нас туда никто не приглашал. Поможет нам один из важных подрядчиков, работавших на обустройстве дворца. Он сам был настолько ошеломлен и взбешен роскошиством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. Здесь есть все. От рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток. То есть мы с вами в буквальном смысле увидим, на каких конкретно диванах сидит Владимир Путин. На каких кроватях лежит и за какими столами ест. Посмотрите, вот здесь есть цокольный этаж, здесь огромный бассейн, спа-зона, массажный кабинет, косметологический кабинет, какая-то спа-капсула, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу, в место, которое обозначено на плане как аквадискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комната для персонала, врачей, управляющих поваров, гардеробная для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. И вот это хорошо, склад грязи, 18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи. Ну и из более традиционного. Здесь есть коктейль-холл, из которого можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб. Замечательно. А вот на первом этаже тренажерный зал с татами. Рядом куча интересных помещений типа читальни или музыкальной гостиной. А вы думаете, зря, что ли Путин выучился играть на фортепиано? Нет, он планирует после тяжелого президентского дня, позаботившийся народе, прийти в музыкальную гостиную и что-нибудь сыграть для души. Совершенно справедливо сейчас вот возразить. Да ты сам выдумал это все. Нарисовал планы и показываешь нам. А Путин на следующей пресс-конференции заявит, как обычно. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Поэтому перед экскурсией я должен все верифицировать и доказать вам подлинность этих документов. Я уже говорил, что в 2011 году в интернете появилось несколько снимков интерьеров дворца, сделанных рабочими. Когда нам прислали эти планы, мы сами взяли их и начали сличать с имеющимися фотографиями, чтобы убедиться, что перед нами не фальшивка. Аквадискотеку я вам уже показывал. Вот фото, вот она на плане. Но это ладно, можно увидеть снаружи и перерисовать. Давайте поищем что-то внутри. Вот фотография явно из столовой. Здесь хорошо видно столы, стулья и серванты с вензелями. Мы без труда находим это помещение на плане. Это малый обеденный зал. Вглядываемся в указанное в плане название мебели. Тут написано Читерио Атена. Это, как и все остальные поставщики мебели во дворец, суперэксклюзивный итальянский мебельный дом, продающий штучные товары строго под заказ. На гугле такой гарнитур невозможно. Поэтому мы написали письмо на фабрику Читерио и просто попросили прислать нам каталог. И вуаля, комплект мебели в каталоге выглядит так. Стол, стулья, буфет. Все то же самое, что и на фотографии. И давайте еще раз, чтобы быть совсем уверенными. Вот, например, фото рабочего рядом с тумбочкой. Видно узор на полу. Ищем такой же на наших планах и находим его в спальне. Смотрим, что это за комод. Вот фирма Позоли и артикул мебели. Заказываем каталог у этой фабрики. Опять же, суперэксклюзивный. У них даже на собственном сайте нет этой мебели. И снова успех. Указанный в планах комод точно совпадает с комодом на фото. С этой итальянской мебелью вообще была смешная штука. Мы попросили нам прислать фотографии 20 или 30 предметов мебели, которые нашли на планах. И представители фабрики в какой-то момент сильно удивились. И спросили, не мы ли заказывали у них точно такой же набор для строительства дворца на Черном море. Но мы сказали, что это да. Это мы заказывали. А вот другая итальянская семейная мебельная фабрика. В путинском дворце тоже очень много всего от них. Они вообще на свой сайт выложили фотографии дворца Путина изнутри и видеоролик, где написано, что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров. А потом, видимо, этих клиентов и показывают. Эти фабрики реально делают суперэксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве, что они десятилетиями помнят всех своих покупателей. Цены соответствующие. Вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за полтора миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. В общем, удостоверившись, что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны, мы заказали 3D-визуализацию и воссоздали все интерьеры. Там, где есть фото, реконструкция на 100% соответствует оригиналу. Но где нет фото, могут отличаться незначительные детали, вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях. Заходим в дворец с главного входа. Владимир Путин мнит себя русским императором и ведет себя соответствующе. Итальянский архитектор построил ему дворец в итальянском стиле. Классическая палацца. Внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями, как будто мы не под Геленджиком, а в Болонье или Флоренции. Из двора идем в читальню. Так называется эта комната. Здесь мы убедимся, насколько наша реконструкция похожа на оригинал. Фотографии этой комнаты доступны в интернете, и мы сверяем. Вот смотрите, колонны, лепнина, люстры, фрески полностью на 100% совпадают. А вот золотые орлы. Их не может быть слишком много. Владимир Путин, читающий в этой комнате комсомольскую правду, должен помнить, он хозяин России. А вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца. Беззаботный рабочий прилег на диванчик, на котором позже будет возлежать августейшее тело. Ему стоит быть поосторожнее. Диванчик этот стоит дороже, чем его квартира. Покидаем читальню. Нам еще много, где надо побывать. Распахиваются двери справа, и мы оказываемся в шикарном мраморном фойе с баром. Такие обычно бывают перед входом в театр или концертный зал. И мы угадали. Богатые люди ставят дома домашние кинотеатры. А президент России построил дома настоящий театр с огромной сценой, кулисами, гримерными и императорскими ложами. Я не шучу. Внутри дворца Путина полноценный театр. Зрительный зал двухэтажный. Три зрительские ложи внизу закрываются бархатными портьерами, если владельцу нужна более интимная обстановка. На втором этаже балконы с диванами. Здесь проявляется верность Владимира Путина традициям. Помните, в царской России помещики строили себе крепостные театры? Так вот, и у нашего президента есть такой. Пока простые россияне устраиваются поудобнее, чтобы насладиться капиталом шоу Поле Чудес, в театре Черноморского дворца гаснет свет, открывается занавес, и национальный лидер придается более изысканным удовольствием. К вопросу об изысканных удовольствиях. Знаете, чем увлекается наш президент? Никогда не поверите, но он обожает кальян. Идем туда, что на плане дома обозначено как кальянная. И правда, выглядит это как лучшее, самое дорогое кальянное города Махачкалы. Диванчики, столики, приглушенный свет, идеальная атмосфера, чтобы обсудить вопросы бюджета. Лежа среди мягких подушек, президентов и гости могут насладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть, для новогодней елки? Может быть, для гигантской шаурмы? А может быть, для выступления в поддержку Конституции? Мы с вами заходим в личное казино Владимира Путина. Во всей остальной стране они запрещены, но здесь-то можно все. Два карточных стола и, конечно же, рулетка. Любопытно только, на что они играют? Просто на деньги? Им точно не интересно. Скорее всего, на госкомпании. Так что теперь не удивляйтесь, что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям. Вполне вероятно, он их просто проиграл. Из казино, через бильярдную, мы попадаем в игровой зал. Первое, что нас впечатляет, оказывается, наш президент не чужд и простых развлечений. Он любит потанцевать. Здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном. Остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами. Для настоящего патриота свой собственный черноморский Лас-Вегас. Это помещение называется залом развлекательных игр, где однорукие бандиты стоят рядом с золоченными креслами по 700 тысяч рублей за штучку. А вот тут, наверное, самая любимая комната президента России. То место, где Путин всех переигрывает. Но тут нет ни глобусов, ни карт военных действий. Зато есть игрушечные гоночные машинки. Для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с однокомнатную квартиру. Здесь, на специальном треке, главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки, обгоняет соперников на повороте и неизменно становится победителем большой гонки. Немного смущаясь, но все-таки отправляемся на второй этаж, в святая святых, спальню верховного главнокомандующего президента России Владимира Владимировича Путина. Впрочем, слово покоя было бы более уместно. Здесь все по лучшим гостиная, диваны, кресла. Здесь отдыхают перед отдыхом, видимо. И только отсюда можно попасть в будуар. Проникаем туда на цыпочку. Шальная императрица, ну, или в нашем случае шальной император. Это именно те слова, которые приходят в голову, когда видишь это. Золото, бархат, балдахины, но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные новости на первом канале. Именно тут, в путинской спальне, около этого комода была сделана вот эта фотография. Ни одни мы такие неделикатные. Из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну уже совсем приватную гостиную. Здесь, наверное, даже Сечин не бывал. И еще одна дверь, за ней гардероб, и уже через него можно попасть в ванную комнату, где вокруг джакузи стоят мраморные колонны. Не знаю, сколько вам квадратных метров нужно для сна, но в Геленджикском дворце под хозяйскую спальню отвели 260. Вот тут, в поселке Девноморское, находится 186 гектаров земли. Мы видим только 32, которые используются под виноградники. Но какие красивые. Фирма Лазурная ягода получила их в собственность в 10-м году, а еще 150 гектаров вокруг находятся у нее в аренде. Это достаточно известная винодельня. У них есть сайт. Вы можете увидеть ровно эти пейзажи, только красиво отснятые для рекламных брошюр. Здесь есть и фотография самой винодельни. Небольшого заводика, но очень симпатичного. Вот он как раз перед глазами. Его площадь 5200 квадратных метров. Здание полностью деревянное, а внутри для созревающего вина круглосуточно играет классическая музыка. Считается, что от этого вино становится лучше. Здесь есть и вертолетная площадка размером 60 на 60 метров. Какая винодельня может обойтись без вертолетной площадки? На участке есть спецсвязь. Не знаю зачем, но могу представить, что это может быть очень удобно, когда кому-то на другом конце спецсвязи срочно понадобится бутылочка другая. Вылетаем от винодельни и видим забор и КПП внутри объекта. Это, как мы уже убедились на примере путинского дворца, обычная практика позволяет изолировать обслуживающий персонал винодельни от персонала дачи и уберечь секретные объекты от посторонних взглядов. Пролетаем над виноградниками и понимаем, что да, есть что прятать. Огромная дача или шато, как оно называется по документам. У здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок. Площадь 2400 квадратных метров. Рядом с ПА-комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой верандой. Тут же искусственный пруд. На пруду небольшие домики для птиц. Зачем Путину еще одна дача в 10 километрах от огромного дворца? Один из разработчиков проекта описал нам его так. Сидишь с бокалом красного вина и любуешься видами на море в закате солнца. Видимо в соседней Просковеевке где в скале специально вырубили дегустационную комнату. Закаты какие-то другие. Мы от Черного моря летим к очередным виноградникам Владимира Владимировича Путина в селе Креница. Три поля перед вами это лишь небольшая их часть. Всего 18 гектаров. Правее находится в два раза больше. Вся земля вокруг виноградников тоже путинская. 140 гектаров. Вон там впереди видим огромную стройку и летим посмотреть. Сотни рабочих здесь строят супер современный винный завод. Часть строителей живет в этих сборных конструкциях. Часть ежедневно привозят на автобусах. На проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей. Невероятно дорогое хобби. Но главное за чужой счет. Летим дальше. Здание справа это одно из двух КПП и его площадь 830 квадратных метров. Огромные ворота позволяют гонять через это здание любые грузовики. Чуть правее административно бытовой корпус. Разворачиваемся и видим 1200 метровое здание энергоцентра. Именно из этого здания вся винодельня будет обеспечиваться электричеством и теплоэнергией. И мы оказываемся ровно над гаражом для сельскохозяйственной техники. 1150 метров. Чуть разворачиваемся над совсем уже облагороженной территорией и видим сам винный завод. По документам его площадь 13700 квадратных метров. Это всего на 4000 метров меньше путинского дворца. Новый винный комплекс, хоть он еще и не достроен, уже имеет официальное название винодельческое подворье Старый Прованс. И если на заводе в Девноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи, то тут достаточно места для целого симфонического оркестра. На зависть лучшим тосканским вином.